Сошел с трассы и несколько раз перевернулся. Сергей Ерофеев до конца не понимает, как попал в эту ужасную аварию. Говорит, ехал не больше 80 км в час, притормозил перед темной полоской гравия, машину занесло и Сергей буквально улетел с дороги. Сам не пострадал, а вот новая машина, которую гнал из Санкт-Петербурга, сейчас требует капитального ремонта. Очень опасный участок дороги. Знаки стоят, но я немножко превысил, получается, и перед неровным участком затормозил, что привело автомобиль к заносу. Я считаю, что в частности и моя вина, и в частности и дорожная, потому что дорога неровная, щебень, гравий, асфальт срезан. 50 на 50. На участке трассы Вологда-Новая Ладога со 174 по 224 км начался масштабный ремонт. Выставлены знаки об ограничении скорости. Многие водители, будто каскадеры из Гоу-Двастера, не обращают на них внимания. Сегодня мы видели, как машины на огромной скорости пролетали в опасные близости от спецтехники, выскакивая лоб в лоб со встречными машинами. Сейчас как раз начинается дачная пора. Все, выезжая за город, смотреть внимательно знаки и соблюдать скоростной режим. Также требования этих же дорожных знаков. На трассе работают два регулировщика. Они контролируют плотность автомобильного потока, следят за скоростью, за тем, чтобы не образовывались длинные пробки. Не будет регулировщика. Будут заезжать машины и ломать асфальт. Видим, ребята, расстояние, как получается, чтобы те долго не стояли. Все это рассчитывать надо. Сейчас ведутся подготовительные работы. Здесь снимают старый асфальт. С огромной скоростью 7 метров в минуту. За 12 часов специалисты убирают 2000 квадратных метров старого асфальта. Мы уже привыкли, мы знаем, как это все делается. То есть техника помогает нам современно намного лучше. По словам специалистов, этот большой участок федеральной дороги будет отремонтирован по новейшим технологиям. В результате на обновленном покрытии не появится ни стыков, ни трещин. Будет применяться виброрезонанс. Это разрушение цементобетонного покрытия с последующей укладкой различных типов конструкции дорожной одежды. Применяться будет такой интересный метод, как сларисил. Его можно будет посмотреть при укладке. Ремонт трассы включает в себе не только укладку асфальта, но и приведение в порядок обочин. Сейчас специалисты убирают лишний мусор для того, чтобы обочины скорее подсохли. И только после этого специалисты примутся к укладке асфальта. Произойдет это примерно в середине мая. Финальным слоем станет вещество с мудреным названием – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Его укладывали на этой же трассе на участке от Володы до отворотки на Кадуй. Результат превзошел все ожидания. Дорога получилась очень ровной. Отремонтировать очередной участок трассы дорожники обещают до конца этого года.